Доброго времени суток всем новичкам и уже ярым любителям вселенной МООнлайн. На связи проект Блесс Юниверс. Один из самых опытных, популярных, стабильных проектов вселенной МООнлайн. В прошлом видео мы разбирали то, с чем вы столкнетесь при выборе персонажей. В этот раз мы поговорим о том, что же вообще делать на нашем сервере. Как же идет игровой процесс? Создаем самый лучший в мире класс. Ну ладно, ладно. Выбираем самый любимый вам класс. Придумываем ник и запускаемся. Быстренько пробежимся по нужным вам кнопкам. М. Это открытие списка перемещений по картам. Чтобы переместись, нам потребуется соответствующий уровень и немного золота, которое тут называется Зен. Английское V. Это ваш инвентарь. Тут у нас ячейки для предметов, оружие, щита и в принципе все обмундирование. Слева сверху ячейка для питомца, справа сверху для ваших будущих крыльев. Ну и ячейки для бижутерии, колец и ожерелья. С. Это информация о вашем персонаже, ваш уровень, ресет, характеристики и управление ими. Экс. Это внутренний магазин. Тут можно купить как готовые билеты на мероприятия, так и усиления различного рода. Камни, питомцы, заклинания, усиленные зелья и так далее. Сразу скажу, что больше половины из этого магазина можно выбить и сварить своими собственными силами в игровом процессе. А некоторые вещи, конечно же, незаменимы. Этот магазин можно открывать только в столицах, поэтому в бою не получится такого сделать. U. Это меню с помощью гильдии и картой, ну и тому подобное. G. Быстрая клавиша для открывания вашей же гильдии. O. Это меню настроек, где вы можете скрыть или обозначить все бары здоровья, монстров и ники игроков. Чутка оптимизировать настройки графики, скрыв эффекты предметов, уменьшить или увеличить радиус прорисовки камеры. К слову говоря, тут можно замедлить анимации атак других игроков, которые вы видите, чтобы меньше нагружать ваш компьютер, ну и тому подобное. E. F. Открывает меню управления списком друзей. Чтобы одолить камеру, нажимаем по кнопке Home на клавиатуре и крутим колесиком мыши. Чтобы зафиксировать камеру в нужном положении, снова нажимаем на ту же кнопку и вуаля, готово. Перемещение персонажа. Да, друзья, мы идем по базисам, но ничего, самые опытные люди и в дальнейшем смогут найти для себя что-нибудь новенькое, ну а пока для новичков. Итак, перемещение персонажа осуществляется нажатием левой кнопкой мыши. Ну, думаю, по хп и мани все-все понимают, что это такое. Не буду юлить, друзья. Нас ждет труд, терпение и усердие. Поэтому набираемся его и идем дальше. Появляемся мы на юго-востоке Лоренции, в специальном лагере для новичков. Тут для вас будут доступны две прекрасные эльфийки, что предоставят вам стартовые бафы. Ваш персональный банк, сундук, хранилище, называйте его как удобно, где вы сможете складывать предметы, камни, ингредиенты и так далее. Все, что вашей душе угодно. Это пространство только для вашего аккаунта. Именно, для аккаунта. Все персонажи на вашем аккаунте имеют общий банк. Так что вы сможете таким образом передавать сами себе предметы в его пределах. Кстати, эти колечки, которые вы видите, нужно выбросить из инвентаря по достижению необходимого уровня. И вы получите салютик. Ну ладно, еще рандомные предметы, которые помогут вам в прокачке. Точно так же делают с золотыми и серебряными монетками. Тут вообще много чего надо выбрасывать, чтобы что-то получить. Кроме того, тут для вас доступно два магазина. Девочка с зельями, у которой, как ни странно, можно купить немного стартовых зелий. Что, возможно, помогут вам подняться до 15 уровня. И вот этот... Алкоголик. Да ну хватит бухать, ё-моё! Зелье можно будет выбивать клавишами Q, W, E, R. Чтобы назначить, в каком окне будет появляться зелье, нужно навести мышкой на нужный вид зелья, нажать Ctrl и нужную вам клавишу из четырех. То есть Ctrl плюс Q или W или E или R. Тут можно купить стартовые комплекты вооружений. Два на мага и по одному на эльфа и воина. Ну и, кстати, эти синие сферы — это заклинания на эльфа. Выходя из лагеря, мы находим вот этого... Вопендрёрника. Нажимаем на этого дядю и вдруг осознаём, что это ваш спутник почти на всю вашу игру. Это квестмастер. Он выдаёт вам квесты основной линейки, которые будут усложняться постепенно с получением ресетов, из-за которой вы будете получать дополнительные характеристики, уровни, камни и многое-многое другое. Это нам надо. Берём первый квест и узнаём, что нам надо убить этих проклятых пауков, что заполонили в последнее время Лоренцию. Успешно вызываем дезинсекторов, потому что... Ну его нахер трогать руками. Ладно. Нам повезло и мы маг, так что магические шары, если вы понимаете о чём я, сами их поубивают. Ну, думаю, принцип понятен. Делаем квест, сдаём, получаем награды, которые облегчают нам жизнь. По достижению 15 уровня, ну или по выполнению квестовой линейки, мы попадаем в самую оживлённую столицу нашего сервера. Аркания. Ладно. Шучу, это тестовый сервер. Тут для вас есть почти всё необходимое для игры. Квестовый спутник. Мама, ну или младшая сестра той девочки с зельями. Её скилл продаж, конечно, на другом уровне. Тут она кроме зелий продаёт ещё и ингредиенты для билетов. И сами билеты на различные ивенты. По этим ивентам мы ещё поговорим в будущем. Просто имеем это в виду. Также тут есть ваш банк, тренер питомцев для тёмного лорда. Тут их можно создавать и лечить. Несколько магазинов с оружием, жезлами, луками и заклинаниями для мага и воина. И... Да хватит бухать! К слову о заклинаниях. Чтобы установить нужное заклинание на нужную кнопку, используем тот же принцип, что и с зельями. Наводим мышкой, зажимаем Ctrl и нажимаем нужную цифру. Чтобы открыть список заклинаний, кликаем мышкой на вот эту иконку. Чуть ниже у нас появляется заведующий хаос-машиной Гоблин. Его зовут Степан. Если коротко, то в хаос-машине можно создавать, точить предметы и многое-многое другое. Это информация для отдельного будущего ролика. Второй Гоблин Евгений Викторович. У него со зрением проблемы, но зато он отлично перерабатывает ненужные вам предметы в весьма нужный вид камней, который используется для улучшения ваших предметов. Этот призрачный гонщик является стриминг-платформой за наблюдением за дуэлями игроков. Поскольку на нашем сервере при принятии дуэли от оппонента вы перемещаетесь в изолированную локацию, где вам никто мешать не будет, никто не сможет за этим смотреть. И тут на помощь приходит этот стриминговый сервис. Горящая голова. Нажимаем на него, и если кто-то дерется, то вы сможете понаблюдать. Священник является вашим проводником в будущие приключения, что позволит вам повысить вашу специализацию. К нему мы вернемся еще в этом видео, так что запоминаем. Вот этот красавец будет также вашим спутником почти на всю игру. Он дает вам побочную линейку квестов, которая называется Random Quest. В ней вы также можете заработать определенное количество статов и различных наград. Это нам тоже надо. Помните Евгения Викторовича и Степана? Фиолетовый, что никак не может понять, что картошка у него в руках горячая, блин, это Степан номер два. А вот зеленый, это уже Василий Викторович, брат Евгения. Если Евгений разрушает ненужные вам предметы, чтобы дать камень для улучшений, то Василий снимает эффект этих и еще других камней. Если конкретный эффект каких-то камней вас не устроил, конечно же. Друзья, камни отчасти тоже большая тема, так что и ее мы разберем в будущем видео. Все постепенно. Спасибо за понимание. Итак, вернемся к этому священнику. Создавая класс, например мага, мы появляемся со специализацией Dark Wizard. При достижении 150 уровня мы перемещаемся с вами в локацию Девиас и идем на запад. Там мы натыкаемся на прекрасную жрицу Себину и принимаем от нее квест, где нам нужно будет выбить манускрипт Императора, он же Scroll of Emperor. Он падает в Dungeon 3 и в Lost Tower от первого по третий. Потом приносим его ей, принимаем следующий квест. Ну и тут каждому классу свое. Надо выбить свой предмет, но локации у всех будут одинаковые. Lost Tower с шестого по седьмой и Atlantis со второго по третий. Все, вы готовы. Вообще, эта цепочка квестов не сложная. Но если я буду рассказывать очень подробно, видео получится слишком долгим, так что в описании для вас я оставлю ссылку на форум, где все очень понятно и подробно описано. Смотрим внизу. Кстати, в Девиасе вы также можете найти гилдмастера, который поможет вам создать свою гильдию. Для этого вам нужен 350-й левел, и да начнется процесс рисования лучшего логотипа гильдии. Ура! К слову о гильдиях. Mo Online является полностью командной игрой, поэтому если хотите добиться больших успехов, то вам определенно нужно найти свою гильдию. Ну, либо создать, как мы говорили выше. Большинство сражений происходит как раз между гильдиями, за победу в которых вы получаете различного рода награды. Гильдии очень часто враждуют в игре и мешают друг другу вне каких-либо ивентов, например, убивают друг друга с АФК-прокачек. Так что будьте осторожны, ребятки. И последнее по перечислению, но не по значению, это автокликер. Нажимаем F9, и у нас открывается меню автокликера. Тут мы можем выбрать несколько функций. Первое. Автоподбор всех предметов, которые будут падать под вами. Не всегда такая функция нужна, но, может быть, вы найдете для нее применение. Второе. Это починка предметов. Неплохая опция, когда оставляете АФК своего персонажа, чтобы предметы не сломались окончательно. Они не пропадут, просто не будут давать эффект. Не забываем включать, но и помним, что за починку предметов взимается немножко золото. Третья функция позволяет нам пить зелье здоровья, если вдруг вы проседаете по ХП. Помогает не падать от монстров в сложных спотах. Берем на вооружение и настраиваем в столбце ниже здоровье, при котором будет выпиваться зелье. И, наконец-то, переходим к автокликеру. В пятой строке вы можете выбрать класс, которым вы играете, и дальше настраивать умения, которые вам нужны. Атакующие, защитные и бафы, если мы говорим про мага. У остальных персонажей меню может немножко изменяться, но принцип остается тот же. Ниже вы можете выбрать дистанцию движения мышки вокруг вас. И последняя строка, очень полезная. Это автосоздание золотой группы. На нашем сервере, если вы собираете группу из трех разных классов, у вас активируется серебряная пати, что позволяет вам получать немного больше опыта при прокачке. Ну а если соберете группу из пяти разных классов, то вы будете получать еще больше опыта. Такая пати называется голд пати, то есть золотая. Настроив все нужные вам кнопки, вы нажимаете F6 для активации всех настройок автокликера, и ваш персонаж может становиться АФК. Кроме того, вы можете нажать F7, и ваш персонаж просто будет использовать выбранную вами способность в конкретный момент. Чтобы отключить кликер, нажмите F8. Друзья, у нас впереди еще очень много информации, которую мы постараемся подробно разобрать вместе с вами. Так что подписываемся и не пропускаем новые обучающие ролики по вселенной Mubless. И перед прощанием, дополнительный совет. Никогда не давайте никому свой логин и пароль, не доверяйте незнакомым вам людям, не давайте в долг предметы и тому подобное. Пользуйтесь маркетом на сайте. Про него тоже расскажем. Берегите себя и свои трудом заработанные предметы. Играйте в Mubless Universe и не болейте. Пока.